Благоустройство дворовых территорий постоянно находится в поле зрения сотрудников профильных отделов администрации района, а также депутатов разных уровней. В рамках контрольных мероприятий обустройства детских площадок выборочно по двум адресам проверили депутат Московской областной думы Владимир Шапкин и депутат районного совета Николай Лавриеня. Первый из адресов, где они побывали – Чкаловская улица, дом 10. Здесь для детей развернули игровой комплекс. Есть красивые, с узорными домиками, горки, разнообразное игровое оборудование – лазилки, качели, песочницы. Депутаты выслушали предложения и замечания жителей. И что отрадно, оказалось, многие из них сами готовы участвовать в облагораживании территории. Сами облагораживаю пролегающую территорию. Мы готовы это делать, мы готовы принимать активное участие в этом. Важно и то, что жители в целом остались довольны тем, как выполнены работы по благоустройству дворовой территории. Спасибо большое за площадку, которую мы так долго ждали. И сейчас это наиболее популярная площадка в наших во всех дворах. Депутаты во время этого объезда поехали посмотреть, какие появились изменения на дворовых территориях, отдаленных от основного массива домов Чкаловского микрорайона. Они побывали на улице рабочие. Здесь также введена в строй новая детская площадка с большим игровым комплексом с прорезиненным покрытием. Когда приезжаешь, то раньше было, но это сплошь и рядом, жители недовольны. Начинаешь уточнять, схему не утверждали, никто ее не видел. То сегодня уже мы видим, что совет квартирного дома утвердил. Ну, сами понимаете, есть вопросы. Другие хотели вот так, третьи хотели вот так, но большинство решило вот так. Поэтому сегодня этот вопрос налажен. Во время объезда территории жителям еще раз напомнили, что они могут оставить свои предложения по обустройству дворовых территорий на сайте администрации и в портале Добродел. Эти все результаты будут аккумулироваться и совместно с министерством ЖКХ будет сформирован перечень, который мы будем реализовывать в 2019 году. Всего по плану на 2018 год в программу благоустройства района были включены 51 дворовая территория. Эти работы произведены в тех случаях, когда есть замечания жителей, недостатки устраняются. Программа благоустройства дворов в районе будет продолжена и уже намечен срок ее полной реализации. Где-то так по расчетам планируем в течение пяти лет закончить полностью эту программу, дойдя и до вот таких окраин, где мы сегодня буквально приехали. Да и сейчас мы уже больше приезжаем не в центре, а вот в микрорайоны и на окраины, потому что сюда дошли с этой программы. Андрей Цеханович, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».